Что-то сумасшедшее происходит. Я сижу на немецких форумах и люди пишут, не знаю, один из последних случаев написал, что выбрать, TCR Advanced Pro 2 диск или Scott Solace 20 диск. И Scott Solace 20 диск, эта штука весит 8,7 килограмм, TCR Advanced Pro 2 весит 8,4 килограмма. Обувь велосипеда стоит гораздо больше 2000 евро, 2500 по-моему тысяч евро за Scott Solace. И я не понимаю, где мы находимся вообще, что мы делаем, но это шоссейник или это какой-то легкий гревел или что это вообще такое? Типа зайдите на страничку Canyon, да, там с доступностью, как и везде проблемы, но просто для ориентации. Ultimate CF SL 8.0 Rim Break Version, он весил 7,1 кило, он стоил около 2000 евро, 2200 по-моему. 7,1 кило против 8,7 кило. И речь идет не о каких-то джекфрутах, дурианах или еще каких-нибудь экзотических фруктах, нет. Речь идет о шоссейниках и люди фактически смотрят в стороны их и покупают, финансируют эту индустрию, просто сумасшедшую индустрию, которая у них, у этой индустрии закралась идея о том, что люди, которые катаются на шоссейниках, они настолько неосведомлены, ну настолько просто, просто у них уши вот оттопыренные, как вилка у ушив, да, такие широкие, очень аэродинамичные и оттопыренные. Здесь место для лапши просто огромное количество, уши оптимизированные под лапшу. И они подумали, блин, а насколько мы можем опуститься, насколько дерьмовые шоссейники, вообще даже не шоссейники, судя по весу, обычные комутеры, наверное, насколько мы можем с этим весом подняться, насколько мы можем опуститься по качеству, по себестоимости, насколько мы можем подняться по цене, прежде чем эти типичные покупатели шоссейников вообще завоют о том, вот, как я, что вообще происходит, я не буду покупать это дерьмо, какого хрена. Вот что нужно сделать такого, чтобы вот такое вот случилось с типичным покупателем? И здесь на самом деле нужно, судя по исследованиям, тоже проходила эту тему недавно в рамках учебы, нужно сделать что-то из ряда вон, нужно сделать что-то реально радикально отличающееся от прошлого. То есть, там было сравнение, у нас на лекции показывали вода Avian, такая французская минералка, не знаю, продаются ли бутылочки у вас, короче, по-русски она читается Avian. И раньше был дизайн немножко другой, полтора литра бутылочка, она стоила 0,89, по-моему, или 0,79 центов за бутылку. Сделали ребренд, теперь бутылочка 1 литр 250 миллилитров и стоит евро 19 или евро 29, что-то такое. Короче, она, вот эта вода подорожала на почти 50%. Меньше вес, дороже, качество, это все та же, грубо говоря, вода из-под крана, просто отфильтрованная там как-то специально. Это не какая-то артезианская вода или источников, нет, не это. На 50% увеличилось. И что вы думаете, спрос упал? Нет. И это просто жесть. На 50% вроде подорожало, но спрос все равно не упал. То есть нужно сделать реально что-то из... Просто что-то сумасшедшее. То есть если в примере, в аналогии с вот этой водичкой оставаться, то если бы они сделали 100 миллилитров бутылочку своей воды теперь и цену поставили евро versus то, что было за 80 центов полтора литра, вот тогда бы, наверное, отреагировал покупатель. Теперь вернемся к шоссейникам. У нас были легкие шоссейники, реактивные. То, чем я, в принципе, привык называть шоссейники, то, что мне нравится в этой категории велосипедов. 7 килограмм, 2000 евро, топовская группа, 105. Все качественно, можно использовать, использовать, как говорится, можно тюнинговать, если захочешь. 2000 евро. И стало почти 9 килограмм веса, дороже стало. Да, та же самая 105 или что, но... Или Альтегра уже на этом уровне. Но все равно это огромный прирост в весе, прирост в цене. И... Да, это Альтегра. Альтегра не 105. CF SL 8.0, он на Альтегре. И вот это Solo S20, он тоже на Альтегре. Вот. Короче, на 2 килограмма вес повысился, цена повысилась. И ничего не стало лучше. И клиент в итоге доволен. Доволен. То есть нужно, чтобы клиент стал... Чтобы он начал думать, нужно сделать такое, чтобы шоссейники весили в стоке 12 килограмм, не меньше, были на Кларисе, стоили 3000 евро. Тогда, наверное, рынок отреагирует. Тогда рынок отреагирует. Хотя, не уверен. Что думаешь ты по этому поводу? Дай мне знать в комментариях. Спасибо за внимание. До новых встреч.